И вот после всех этих дел, думаешь, что деревню надо возрождать. Мы сейчас так прикипели, зависим от этих сникерцев и бананов. Из ушей уже не везут эти бананы. Но для того, что мы с вами все это должны возродить, без этого мы не вышли. Есть такая стихотворительность в Тарелле. Написал мой друг Николай Мельников. Но, к сожалению, не так давно, в 47-м лет, его убили на остановке, автобусной остановке. Николай Мельников. Он писал замечательное произведение под названием «Русские креста». О его инростке без рукам алкоголики. Что с ним происходило? Потрясающее произведение. Посмотрите по компьютеру, посадят сегодня Николай Мельников. И вот у меня еще одно стихотворение, очень дорогое деревню. Поставьте памятник деревне. Поставьте памятник деревне. На глаз на Красной площади у Москвы. Там будут старые деревья, там будут яблоки в траве. И покосившаяся хапа с крыльцом рассыпавшимся в прах. И мать убитого солдата с позорной пенсии в руках. И два горшка на чистоколе, и пять невспаханной земли, Как символ брошенного поля, давно лежащего в пыли. И пусть поет в тоске от боли, непротрезвевший гармонист. О непонятной русской доле, по тихий плачь и ветром свист. Пусть рядом ромко встанут дети, что в деревнях еще растут. В наследство им на этом свете все тот же черный рабский труд. Присядут бабы на скамейку, и все мне будет, как всегда. И сапоги, и телогрейка, и взгляд потухший никуда. Поставьте памятник деревне, чтобы показать хотя бы раз, То, как покорно, как безгребно, деревня ждет свой смертный час. Ломали кости, рвали жилы, но ни упреков, ни борьбы. Одно лишь, Господи помилуй, и вера в правильность судьбы. Спасибо. Как служит солдат, служба раю, служба раю, служба трудную. Двадцать лет служил, да еще лет лет генерал-аншеф ему отпуск дал. Как пришел солдат, бородимый дом, сято грудь пристал, весь седой, как лунь. На крыльце стоит молода жена, двадцати годов, словно не было. Не морщинки нет, на щеках ее, не сидинки нет, в кусок девичьих. А, смотрел солдат, на жену свою, и сказал солдат, слово горькое. Видно, ты жена, хорошо жена, хорошо жена, не составилась. А, ответ ему говорит она, говорит она, сама плачется. Не жена твоя, я законная, а я дочь твоя, дочь сиротская. А, жена твоя, пятый год лежит во сырой земле, под беретой колен. Пьет вино солдат, по седым усам, то ли вино течет, то ли слезы ки. Пьет вино солдат, по седым усам, то ли вино течет, то ли слезы ки.